Доброе утро, друзья! В общем, выехала я с Кисловодска. Сейчас мы поедем, завезем папу в Железноводск. Мне там писали, что что-то по сниму в Железноводске. Дело в том, что сейчас уже 8.20, я уже практически час в пути, и я просто понимаю, что если я еще куда-то сейчас поеду, то мне еще как бы 10-11 часов. Я тогда краснордарского края, Данапа, и я просто буду как выжатый лимон, а тут все-таки надо рассчитывать на свои силы. Сюда было интересно ехать, потому что новое место и путешествия я очень люблю, особенно новые места. Назад уже дорогу как бы знаю, знаю, что еду в Анапово, конечно, люблю, но путешествия в новых местах это всегда захватывающе, поэтому с ноткой такой депрессивности покидаю Ставропольский край. Вам дарю небольшой кусочек просто по Железноводску в ускоренном режиме, не обессудьте. Еще придет время, еще побываем, еще побываем нормально, целенаправленно во всех, скажем так, интересующих точках, потому что не было возможности. У меня там очень много молодцев, что писали комментарии. Вот честно, очень приятно было видеть обратную связь, и здорово, что нас так много кто был в Кавминводах, и у каждого, да, это свое особенное какое-то место притяжения. Мне очень хочется все посмотреть места, которые вы назвали. Действительно, вот пока где я была, мне ничего не расстроило, ничего не разочаровало. Очень приятные впечатления от этой поездки. Ну, чтобы вы понимали, я мечтала с 8 лет. Вот ровно с тех лет, когда там была сделана фотография на крокодиле в моем детском альбоме, ровно с тех лет, когда я была на медовых водопадах. Вы же понимаете, что я в эту поездку не посетила, но это обязательный пунктик в голове. Это значит лишь то, что я обязательно вернусь. В планах, если все нормально, видите, у меня сейчас поездка в Крым намечается, да, в ближайшие 10-12 дней. Обязательно поеду в Крым. Потом сезон у нас, потом поездка к родителям ненадолго. Ну, в общем, у нас тут очень много движух, но если так вот в голове запрограммироваться, то очень бы хотелось поехать осенью в Кисловодск, но уже действительно на достаточно хороший период, чтобы посмотреть все, что я не посмотрела в эту поездку. А я действительно очень мало посмотрела, да, со всех Кавминвод. Ну, по сути, я побывала в Пятигорске. Вот в Пятигорск, наверное, больше не поеду, потому что, в принципе, я там была. Все, что мне было интересно, там я посмотрела. Но мне интересны вот такие небольшие, например, города, как Ессентуки, вот Железноводская. Это я тут проездом, что я тут посмотрела, да. Там же недалеко всякие горы, Кичибилык, Былык, по-моему, или как Кичибилык называется, гора. Домбай рядом. Ну, это как бы хоть и уже Кабардино-Балкария, Карачао-Черкесия, да, с Архозом, с Домбаем. Но все же это где-то здесь недалеко, и, в принципе, если остановиться недорого на такой большой период, то можно, наверное, все в одну поездку. Но загадывать не буду, потому что у меня просто жизнь такая скоротечная. Мне нравится то, что все идет иногда не по плану, потому что если бы все шло по плану, было бы скучно, наверное. В общем, поэтому пока так. Наслаждаемся. Просто рассказала вам видео перед поездкой обратно, так сказать, свои эмоции. Надеюсь, что вам понравится этот небольшой сюжет, в Польше моего было бы обла, меньшее дело. Ну, так вот получается. Плюс не забывайте, что в Ставропольском крае нет теле-2. Когда будет нормальная связь, я смогу выложить это видео, поэтому она может даже появиться вечером. Так что не знаю, не знаю. В общем, друзья, на этом все. Вставляю небольшие вставочки, вставочки Джеледноводска. Погнала я. Удачи мне доехать в Анапу. Уже выложу следующий сюжет. Когда буду в Анапе. В общем, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok